Приветствую вас! Вижу, что проблема вас беспокоит достаточно сильно. Вы молодец, что спохватились, молодец, что обратились за помощью, молодец, что рассказали свою историю, это очень здорово. Теперь необходимо разобраться последовательно с тем, что вы написали. Текст у вас большой, текст у вас большой, но в принципе все сводится к одному, да, что вы не можете найти общий язык с людьми. То есть общение. Не получается выстраивать общение. Нет навыка общения. И здесь нужно сказать, что навык общения вырабатывается. То есть ему учатся так же, как вы учились ходить, так же, как вы учились писать, так же, как вы учились говорить и так далее. Вот. Этому навыку обучаются. И обучение происходит, ну, в общем, либо в группе психологической, либо на индивидуальной консультации с психологом. Ну, лучше в группе, конечно. Вот. То есть идеальный вариант для вас, это психологическая группа. Вот. Малая или большая, лучше, наверное, средняя группа, где-то 12 человек. Вот. У которых есть тоже проблемы с общением. Вот. Ну и занятия раз в неделю в этой группе по налаживанию общения. Именно вот это самый лучший для вас вариант. Ну, может быть, индивидуальные какие-то занятия проводиться тоже должны. Вот. Это безусловно. Потому что, ну, в данном случае, в данном случае, проблема, она комплексная. Это проблема не только в общении, да, это проблема в отношении к себе. У вас. Корень проблемы, это то, что вас родители никуда не хотели отдавать. То есть говорили, сиди дома. Ты ни на что не способна. Вот. Мы тебя привяжем к себе, да. Мы лучше знаем, что тебе нужно. Вот. Ты ничего не знаешь. Ты ничего не понимаешь. Ты слабенькая. Как еще любят говорить родители некоторые. Вот. Ты не справишься. Ты не сможешь. Ну и так далее. И так далее. И так далее. Вот. Это, конечно, ключевой момент. То, что родители вас никуда не хотели отдавать. А то, что вас не пускали. Никуда. То есть, грубо говоря, вы не чувствуете свою силу. Вы не чувствуете, что сами можете что-то сделать. Вот. И отсюда ждете осуждения, критики и так далее. То есть, у вас есть четкая позиция, что с вами что-то не так. Это позиция внушили вам родители. И эта позиция нуждается в корректировке. Вот. Это мировоззренческая позиция по отношению к себе, по отношению к другим. В принципе, завязана она на. А. Обесценивание. Б. На непринятие себя. И. В. На обвинение. Иногда бывает. Г. Требование от себя определенной модели поведения. То есть, например, требование от того, что, допустим, я, грубо говоря, должна соответствовать требованиям, которые есть ко мне у других людей. Точно так же, как я пытался соответствовать требованиям, на мой взгляд, даже и пытаюсь до сих пор своих родителей. Вот. Это первое. Второе. То, что вы забиваете на учебу, на работу, то, что вы по сути, так вот бегаете от занятий к занятиям, свидетельствует о том, что вам, в общем-то, сами занятия не нужны. То есть, вам это все не интересно. Вы не готовы заниматься чем-то, а чисто ради, ну, ради интереса, ради процесса. и вы легко бросаете это дело, любое дело, которым вы занимаетесь, если, ну, допустим, допустим, если вам что-то не нравится в общении с другими людьми. Например, что, безусловно, является очень негативным таким проявлением, потому что все-таки, если вы, ну, допустим, с чем-то занимаетесь, да, например, занимаетесь, вы какой-то деятельностью, да, или вот чем-то таким, если вы делаете это, то делать нужно все-таки именно для процесса, чтобы не для результата, а именно для процесса. А вы делаете это все именно для результата. из-за этого, конечно, вам очень тяжело. Ну, вот. То есть, данный аспект, я думаю, обязателен к пониманию. Данный аспект, я думаю, совершенно обязателен для того, чтобы понять ситуацию. То есть, ответьте себе на вопрос, что вы, что вы готовы делать просто так. Не ради общения с другими людьми, а именно, именно, именно. Просто так. То есть, просто так. На постоянной основе. Например. Например. На постоянной основе. Ради самого процесса. Вот. Вот что вы готовы делать? Вот. На этот вопрос вам нужно найти ответ. Для себя. Это важно. Понимаете? Понимаете, да? И дальше. Дальше. Как это не парадоксально звучит. Но дальше, как только вы определитесь с тем, чем вы готовы заниматься просто так. И что вы готовы делать не ради результата, а ради процесса. Как только вы обратитесь к своим способностям. То есть, что у вас, грубо говоря, лучше всего получается. Например. Вот. Как только вы обратите внимание на это. И совместите эти вещи. Вот. То я вас уверяю. Я вас уверяю. Ситуация начнет меняться. Вы увидите, как легко может быть взаимодействовать с людьми, если вы говорите о чем-то. Что искренне вас привлекает. Что искренне вам интересны. Что искренне вызывают у вас, ну, живой интерес. И так далее. Вы удивитесь, насколько вам легко будет говорить об этом с другими людьми. Вот. То есть, по сути, по сути, нужно сначала обрести себя, почувствовать свою силу, простроить личные границы, которых у вас, естественно, нет. Потому что, ну, а как, если родители вас никуда не пускали. Если родители вам все запрещали, откуда могут быть личные границы, да. То есть, понятно, что их нет. И, как бы, ну, взят и, в общем, там, ниоткуда. Вот. Это нормально. Вот. А без личных границ с людьми не получится взаимодействовать. К сожалению. Вот. Дальше. Ну, понятно, я надеюсь, что личные границы – это правила. Это те правила, которым вы, вот, следуете по своей жизни. Вот. Это правила. Нет, это понятно. Понятно, что правила нужно создавать, правила нужно корректировать, в том числе и исходя из ваших, собственно, ценностей, которые у вас, ну, есть, да, которые у вас имеют место быть. Вот. Вот. Это понятно. Я надеюсь. Тоже. Вот. Поэтому тут, как бы, работа идёт вот в таких вот направлениях. Но, вдумайтесь ещё и в то, что значит слово «общение». Общение значит что-то общее, да, общее. Общее между кем и кем, ну, понятно, между кем и кем, да, между людьми. Общее между людьми. Соответственно, соответственно, если вы хотите, чтобы между вами и людьми, да, чтобы между вами и людьми было что-то общее, то нужно самой сначала постоянно расширять свой кругозор. Вот. Постоянно, постоянно расширять свой кругозор. Узнаваться больше, 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 чтобы вы могли поддержать тему для разговоров. Вот. Чтобы вы могли, ну, на большие темы поговорить, на большее количество тем, тем пообщаться. Вот. Понятно? То есть без этого, без вот этих вот аспектов, не получится никак. Не выйдет, к сожалению, взаимодействие с людьми. Тут нужно развиваться, в чем поможет вам ориентация на деятельность. Процесс. Дальше. Вопросы уверенности. Выработайте отношение к тому, насколько экспертным может быть, например, или должно быть, насколько экспертным может быть или должно быть, ваше мнение по тому или иному вопросу. То есть вы считаете, что ваше мнение, оно, что, оно должно быть экспертным, вы считаете? Вы считаете, что, что ваше мнение должно быть обязательно быть правильным? Когда наступает вот этот вот момент, да, когда вы сами себе как бы говорите, стоп, я больше не имею права высказываться, не имею права для чего говорить, там, и так далее. Вот. Подумайте об этом. Это тоже очень важный момент для вас. Дальше. Вопрос. Как вы относитесь к ошибкам? Как вы относитесь к неудачам? Я уверен, что плохо. Но какова роль неудач в жизни? В вашей жизни? Подумайте об этом. Дальше. Неловкость. Неловкость это такое состояние, в котором вы считаете, вам быть нельзя. Но почему нельзя? Потому что это неправильное поведение. А почему неправильно? Просто установка. Вот. Я же не принимаю себя такой, какая я есть. Вот. То есть человек стремится к обезличиванию себя. Вы стремитесь быть безликим социальным индивидом, для всех удобным, для удобной, для всех приятной и так далее. Так. Это. Так. Своей позиции вы не имеете по вопросу? Не имеете. Не имеете. И из-за этого вы не интересны собеседник. Потому что у вас нет своей позиции. Когда у человека эта позиция есть, естественно возникает несогласие. несогласие. Несогласие – это нормально. Несогласие – это нормально. Несогласие – это норма. Вот. Вопрос в том, как вы относитесь к этому. Несогласие. Что вы думаете? И здесь в дело вновь вступают ваши родители. Родители. Которые, соответственно, говорят вам, что нет своего мнения, ты не должна его выражать, ты никчемная, ты ничего не знаешь, ничего не понимаешь и так далее, и так далее, и так далее. Ну, возможно, есть некая подсознательная, такая слепая даже от счастья вера в то, что следуя этому пути, который вам родители указали, следуя пути, вы будете счастливы. Ну, то есть, вы добьетесь того, что хотите. Ну, это не так. Не добьете. Понимаете? Нет. Знаете? Не получится. Не сможете добиться вы результата. Как видите, не получается. Поэтому я рекомендую вам спокойно, без истерик, без негатива, да? Рассмотреть, что можно сделать именно вам для того, чтобы ситуацию подкорректировать. И все. Вот это, это то, что вы можете сделать для себя. Ну, соответственно, хотите ли вы этого, не хотите ли вы этого, да, это уже вопрос. Немножко, ну, другой. Как бы. Понимаете, понимаете, да? О чем идет лицо? Ну, надеюсь. Надеюсь. О чем идет. Вот. Вот. Это вот то, что я могу вам сказать. сказать. Это то, что я могу вам ответить. Я так полагаю, полагаю, что с папой у вас были отношения неплохие. Либо вы, либо вы ладили с папой, хорошо, либо мы постоянно пытались быть для него кем-то. Ну, хорошим. Слишком хорошим. От мамы вы были достаточно отдалены, либо вы ее не уважали. Вообще. Вот. Это она для вас не авторитет. Абсолютно. Конечно, я могу ошибаться. В этом, безусловно, я могу ошибаться. Вот. Вот. Но мне почему-то кажется, что именно так все обстоят. Ну и соответственно, соответственно, с этими аспектами и нужно работать. Вот. 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 Это индивидуальная работа с вами. Не буду, как бы, спорить. Вот. Вот. Не буду вам пускать пыль в глаза. Это работа. А, подумайте вот о чем. Какие чувства вы себе подавляете? Ну, просто вот подумайте. Какие чувства вы себе подавляете? Почему подавляете? То есть, ну, грубо говоря, что служит для этого причиной? Как бы вы могли в привычной для себя форме, что-то. Их выражено. Чувства. Я имею в виду. Все чувства. Ах. Все, все про чувства. Ага. Речь. Идем. Ох. Понимаете. Да? О чем идет речь? На этом все. В принципе, я думаю, что можно закончить мой ответ. Надеюсь, что это было полезно для вас. Если остались вопросы, пишите в личку. Пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. А если сделаете его лучшим, я старался. Вот. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому,